В республике продолжают модернизировать школьные автопарки. В учебные заведения муниципалитетов новые машины отправились и сегодня. Ключи директорам в торжественной обстановке вручил глава Чувашии. Подробности в следующем сюжете. Каждый день автобусы Большояниковской школы преодолевают порядка 50 километров. Здесь обучаются дети из 16 сел. Теперь на уроке их будут подвозить новенькие газы. Для школы приобрели сразу два автобуса. Директор говорит, что они не простаивают, даже выходные. Наша школа очень много участвует в различных мероприятиях, конкурсах и на выезде. Кадеты выезжают, спортсмены выезжают на мероприятия различные, конкурсы выезжаем. Но то, что мы сегодня получили два автобуса, нас это очень радует. Новый автобус появился и у кадетского корпуса имени Кочетова. В его салоне возможно разместить более 40 человек. Ученики часто выезжают на спортивные турниры и экскурсии в другие регионы. Для дальних поездок оборудовали комфортабельные кресла. У нас есть очень серьезный план профориентационных выездов, он так и называется, по которому мы ставим такую задачу поездить по республике, посмотреть, съездить в музей космонавтики, съездить на родину Александра Васильевича Кочетова в Алатарь. Новые автобусы отвечают всем стандартам безопасности. В салоне установили стеллажи для сумок, водительские места, оборудовали тахографами и ограничителями скорости. Все для детей? Да, все установлено. Все для образования, все для знаний, значит. Кондиционер работает? Все работает, все проверили, все работает. Кондиционер? Да. Да, все работает, тепло очень нагревается. Тепло должно быть, автобус так. Только за последние пять лет в школы региона поступило порядка 200 новых автобусов. Средства на модернизацию автопарка выделяют из республиканского и федерального бюджетов. Всего у нас в наличии, на балансе 341 автобус разной вместимости под брендом «школьный автобус». Они перевозят ежедневно около 12 тысяч детей по разным маршрутам, по разным направлениям. По-другому говоря, я могу сказать, с одной тысячи почти 200 населенных пунктов дети перевозятся. Никто пешком не ходит. Вот в сравнении с нами, если взять в советский период времени, нас никто не возил. Мы пешком ходили. Я сейчас пообщался с учителями, на самом деле, с детьми, школьниками. Конечно, они рады, счастливы. Автобусы с каждым годом комфортабельнее становятся, они современнее становятся. Государственная политика президента Российской Федерации Владимира Путина эффективно выполняется. Вот, пожалуйста, мы реально видим, какие эти автобусы. Автобусы, они произведенные все в Российской Федерации. Устаревшие автобусы в республике меняют в отведенные сроки. Срок эксплуатации каждого такого автобуса не может превышать 10 лет. Новая техника поступает в республику каждый год. И вот теперь по районам республики отправились более 30 новых автобусов. В этом году в школах республики необходимо заменить такое же количество автобусов. Дмитрий Ковалев и Сергей Адушкин. Республика.